Миссия выполнима, несмотря на пандемию и ограничения. В Чебоксарах сегодня подписывают контракты на поставки оборудования в Казахстан. Бизнесмены союзного государства несколько дней провели в столице Чувашии. Репортер Татьяна Молокова не просто разобралась, чем генератор отличается от конденсатора, а вникла в суть бизнес-процессов, идей и перспектив. Игрушка-антистресс, хит лета 21-го года. Поп-ит, пупырка или пупырышка, эдакий аналог пузырчатой пленки. Говорят, нервы успокаивает, развивает мелкую моторику и многоразовая. У любителей детской забавы нашлись и противники в разноцветной игрушке и увидели тлетворное влияние Запада. Между тем, в детском парке имени Николаева установили электронный поп-ит. Разработка отечественная, продукт экспортный. Официально эта конструкция – интерактивная стена. На первый взгляд, бесполезное развлечение. Психологи и педагоги уверяют, польза от таких игр огромна. Бизнесмены подсчитывают прибыль. В ближайшее время ловить разноцветные огоньки будут дети Казахстана. Договор о поставках российского ноу-хау скоро будет подписан. Объем контракта – коммерческая тайна. При этом стало известно, что в соседние государства начнут поставлять силовые трансформаторы, дизельные агрегаты, электростанции. Наша компания занимается продажей электрооборудования. То есть, как вот сегодня говорили тоже некоторые производители, мы заинтересованы в представлении интересов промышленности Чувашской республики на территории Казахстана. За три дня – 10 предприятий и подготовка к ответному визиту. Уже в сентябре этого года. Тем более, что казахские партнеры хорошо знают, Чуваша не просто претендует, а уже давно занимает лидирующие позиции в производстве электротехники. Мы в Казахстан поедем. Наши предприятия в Алмате будет проходить тоже выставка, связанная с электротехникой в том числе. И на эту выставку мы выставляем коллективный стенд. Центр экспортной поддержки полностью оплатит размещение стенда, аренду и все другие затраты. И наши чувашские предприятия смогут принять участие в этом мероприятии. Кроме Казахстана, Центр экспортной поддержки сейчас готовят бизнес-миссии в Узбекистан и Германию. Татьяна Молокова, Николай Скворцов, Бахтияр Велиев, Республика. Субтитры создавал DimaTorzok